всем привет ребят ребят у нас сегодня прекрасный и жаркий солнечный день да мы полдня провели дома потому что мы лентяи да не лентяем нам приходили сегодня втюхивали аппарат фильтровой аппарат но то что не пришли они нам подарили три ночи в отеле на но посмотрим насколько эти три ночи в отеле сможем ли мы их использовать да сможем мы использовать так тоже не пообщались было весело на всякие эксперименты с водой показывали мы ничего снимать не стали мы сейчас сидим они наконец-то подстригаться все этого давно ждали как и ваня тоже я больше всего больше всех ждал да мне чем длине волосы мне тем сложнее их укладывать и я не люблю когда у меня много-много геля на волосах поэтому сейчас подстригусь немножко покороче не боится четко и под линеечку под линейку да пока ваня будет подстригаться тут напротив меркодона я зайду куплю какие-нибудь фруктов очень хочется персиков может сливы потом поедем в другой супермаркет нам нужно купить сыр хамон блин жесть какая-то летит платье моё улетает ваню уже подстригли ты помолоделась на 30 лет да мы закупаемся 50 мы же закупаемся нам сейчас там режут рыбку мы сальмон берем не камера чуть с рук не упал это что тунец такая тушка тунца у нас кстати сальмон сейчас по скидке продают почти девять евро килограмм если брать что тебе нарезали это девять евро килограмм а если брать уже нарезанный кусочек то 16 лет а ну ты имеешь виду бокованный потому что здесь бесплатно нарезают и чистят нарезают вон там вот продается все нарезанное там 15 по моему или 13 евро килограмм стоит 6 что мы взяли мы взяли будем варить супчик рыбные взяли специально для супа картошку малиновый суп малиновый суп да че я падаю блин потом суповой набор нектарины и также инжирные персики взяли и такую большую упаковку малины она что как крупненькая так что сейчас я сяду и как съем это все и сейчас еще пойдем парочку упаковок молока возьмем мы в икею приехали в икею мы проголодали наш взяли покажу что мы взяли я взяла макароны и тихтельки а ваня взял мясо и картошку я хотел пюре но пюре не было я кстати много больше пюре чем то что фри я испании почему-то все тащатся от картошки фри прямо поголовно на мне много пюре и мне тоже пюрешка больше нравится ну и больше я люблю макароны у меня тут просто макароны с томатным соусом и сыром и все больше корон катя макарон маня картофан молодцы мы молодцы приятного аппетита все еще нет рано 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 еще и пока неприятного аппетита и потому что мы будем где-то показать так что всем рядом ребят знаете зачем мы вообще такие приехали на первой причиной покушать а вторая причина причины закончились а вторая причина мы хотим в зал купить либо пуфик либо кресло да у нас там есть угол как раз пустой было бы хорошо чтобы туда поставить чтобы сидеть для гостей особенно мне очень нравится вариант кресла да вот смотрите это прикольное оно такое уютное со спинкой потому что пуфик блин он без спинки и с пуфиком конечно не так удобно а кресло круто на типа подобного цвета как наш диван можно чтобы он стилем в общем-то отличался но тоже чтобы был серый или наоборот взять какого-то такого кричащего цвета чтобы он как бы выделялся слушай вот этот прикольный нет с такой вот спинкой не не очень те не нравится как что видишь как удобно тоже уснул пойдем другие посмотрим все диваны 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 нас не интересуют где ты ненга где кресла вон там крест кстати здесь что-то все переделали да все как-то по-другому ваня говорит что вот это ну может быть не обязательно мне вот этого плана нравится кресло только расцветки другой 4 пойдет как будто зая вот это смотри какой красный блин какое оно крутое зая если на него сяду можно иди меня засними лучше я мордашку довольно увижу обзор кресла от кати расскажи нам свои впечатления ты рассказывай вот идеально колеса она даже скрипит идеально как я сказал срочно снимай ты тащишь на ф Chenement нет ну почему у нас все фламинго так получилось что точно это случайность точно это случайность точно это случайно что точно Или ты хочешь завезти фламинго маленького дома? Не, не так. Ребят, вы не поверите, мы прошли практически до конца Икеи, уже на выходе, и мы ничего не купили. Блин, Зая, я только сказала, что мы ничего не купили. Смотри, какая крутая штука. Она нам не нужна. Ее можно на телевизор приклеить, чтобы когда мы выставляем денег, что все время у нас было по уровню. Она нам не нужна. 13 евро стоит. Ты вообще даром. Даром. Не уверяешься. Я придумал. Что ты придумал? Еще пока не знаю. Ну что-то точно придумал. Что-то точно придумал. Сегодня когда были в магазине, были на закупке, в общем, раздавали вот такие вот классные ножики-лопатки, пластиковые нутелла. И чтобы ее получить, нужно было купить банку нутеллы. Катя у нас клюнула. Я клюнула. Просто мне так захотелось такую лопатку. Такую классную. Мы ее в видео будем использовать. Теперь... Поддержи камеру. Теперь. Тебе нужно будет съесть эту банку нутеллы. Да. Я думаю, это не проблема. Смотри, какая классная. Что, обзор на лопатку сделаем? Да. Твои впечатления? Ну, придется есть нутеллу. Сейчас. Сейчас начнешь? Да, хочу. Чуть-чуть. Тебе помочь? Да. Открой, пожалуйста. Мы искали маленькую баночку. Но маленьких баночек, мне кажется, специально не было. Не выставили их. Поэтому... Кто любит нутеллу, напишите в комментариях. Ты что сделала? Я сделала то, что любят делать все, кто открывает нутеллу. Да, ребят? Надо продырять ее вот так. И так вот. Я тысячелетний ел нутеллу. Я тоже. Надо помыть лопатку. Подожди. Сейчас помоем. Ну, все, помыли. Лопатка чистая? Ну, типа того. Готовая к употреблению? Да. Да. Кстати, когда увидела эту лопатку, сначала подумала, что она из шоколада. Я тоже. Думала, шоколадные ложки продает. А оказалось, что это не шоколадная ложка. Можно нырять в нутеллу? Номер не. Ты любишь нутеллу? Да, в маленьких количествах люблю. Я просто один раз ее так объелся нутеллой, что мне было плохо. И с того времени я больше ее не ем. Ну, хотя, по-бранной. Не, вкусно. Я с блинчиками нутеллу люблю. С салатушками. Мне просто не нравится, что там орех. Ваня просто не любит орехи. Орехи не любит. А вот у меня... С шоколадом. Орехи, да, с шоколадом. Так орехи-то я люблю. Ну, как бы я могу ее есть. Главное, что у нас теперь есть ложка. Я просто вам расскажу историю. Это было в классе в пятом или шестом. Мы с моим одноклассником возвращались. Я учился. И мне перед школой нужно было ездить в одно место. Это назвал станцией ЮНАТОВ. Не знаю, кто с сороковой школы, может, знает. В общем, нужно было со станцией ЮНАТОВ. Это было... Она заканчивалась в 11.30. А занятия у меня начинались в час ездить. Или в час пятнадцать. Не помню точно. Ну, в час копейками. Вот у нас всегда был вот этот вот промежуток. Он и я, мой одноклассник, мы жили далеко от школы. Поэтому мы домой не возвращались. Все, кто жили неподалеку, они возвращались домой. А потом возвращались уже в школу. Вот. Мы с ним все время шлялись где-то. После этой станции ЮНАТОВ мы под школой. Федня всякой страдали. И, в общем, один раз мы решили купить с ним эту вот банку нутеллы большую. И две ложки. Ну, вернее, мы там купили 50 ложек. Потому что они пластиковые были. В общем, мы эту банку с ним вдвоем съели. Просто нутеллу взяли и съели ложкой? Да. И после этого мне она не нравится. Ну, я думаю, блин, банку съесть просто. Слушай, а ты историю не слышала? Мне кажется, нет. Мы ее, короче, купили. И, если я не ошибаюсь, нужно было дойти, ну, достаточно много, с одного конца города до центра. Там, не знаю, сколько километров, но прилично. В общем, мы пока шли пешком, мы съели эту банку. Кстати, эту ложку можно мыть в пособие майки. Ничего себе. Прикинь. Вот это, да. Вот это новое, да? Вот это новое. А еще мы купили большую упаковку малины и съели ее. Это печаль. Я теперь еще хочу. Малина. Малина. Ну, ты его не хочешь. Ну, ты его надо с оладушками или вот с чем-то так не укусить. Или с панкейками. Ну, ты возьми ложку и поешь. Так не хочу. Доброе утро, кстати, можно будет приготовить панкейки на завтрак. У нас яиц нет. Так что панкейк не уйдет. Это разве что. Сделай без яиц. У меня есть коржи бисквитные. Их можно смазать этим нутеллой. Таким образом позавтракать. Шикарно. Шикарно. Ты прям кондитер, раз бога. Прям вообще. Ребята, мы успеемся ложиться спать. Посмотрели патенты. Новые серии Саши и Тани. Такие прикольные. Я вообще люблю сериал этот. Он такой легкий, непринужденный. Сейчас освещение очень такое тусклое. И поэтому эти пошли полоски. Но не хочу делать. С Днем Рождения, Ребята. Спасибо, Саша. Поздравляю, С Днем Рождения. Я только чухалась. Я только понял, что наступил Днем Рождения. Дело в том, что на семье есть такая традиция, что именинников поздравляют в 12 часов. О, я проспал. Немножечко проспал. Да. Спасибо, Ребята. Днем Рождения. Желаю тебе всего. И да побольше. Всего да побольше. Ну, что ты хочешь. Уйти. Ладно, ребята. В общем, да. У меня Днем Рождения. 24 года мне. Так что заранее всем огромное спасибо за поздравления. Потому что они уже начали поступать. В Инстаграм очень много фоточек. В общем, да. Большущее спасибо. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин